Во вторник, 14 февраля, в Высшей школе журналистики и медиа коммуникации Казанского федерального университета состоялась пресс-конференция Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан. В роли спикеров в этот день выступил Андрей Леонов, Антон Солокаев и Михаил Марфин. Клуб веселых и находчивых Республики Татарстан был создан в 1994 году. Сегодня КВН является одним из активных участников молодежного движения в республике. Под руководством Международного союза КВН и АМИК работает Клуб веселых и находчивых Республики Татарстан. Друзья, у нас сегодня очень знаковое событие, 23 сезон Республиканского клуба веселых и находчивых, 22 открытый телевизионный фестиваль. Мы, подготавливаясь к этому событию, пытались подсчитать вообще, а сколько КВНщиков. То есть разные цифры гуляют в разных изданиях, на телевидении, мы говорим. Но если говорим об официальных цифрах, то это порядка 300 команд официально. Но если взять всех тех, кто играет в школах, тех, кто играет в вузах, тех, кто играет в городах и районах республики, это более 800 команд. Это где-то 15 тысяч. В этом году Республику Татарстан на ежегодном 27-м международном фестивале команд КВН «Кивин-2017», который проходил в Сочи, представляли 10 команд, 3 из которых получили повышенный рейтинг. А команда «Казань» завоевала Кубок чемпионов Центральной лиги Международного союза КВН. Взрывной момент, когда команда чемпионов Лиги Поволжья, команда «Казань» выиграла Кубок чемпионов Центральной лиги. Вы знаете, давно я не испытывал чувство гордости за наш КВН, за команду, которая пополам разорвала этот зал. И просто сделала так, что вариантов у жюри не было, кто победил. Да-да-да, не было конкурентов. Да, конкурентов. А это ведь самые сильные лиги. То есть они победили чемпионов всех самых сильных лиг. Команды Республики каждый раз показывают достойные результаты на арене Международного фестиваля юмора, завоевывая все новых и новых поклонников. В этот день не обошлось и без обязательной части КВН о разминке. Участники сочинского фестиваля продемонстрировали свое мастерство, тем самым подняли настроение не только спикерам, но и гостям пресс-конференции. Стоит отметить, что вечером 14 февраля в День всех влюбленных в КСК Уникс пройдет гала-концерт КВН Республики Татарстан. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.